Добрый день, друзья! Сегодня у нас среда, 22 марта. Сегодня у моей подруги хороший в Израиле день рождения. Ой, такое состояние, знаете, хочется быть с ней в этот день, но, к сожалению, я сажусь сейчас с тобой, Габи. Время уже обеденное, полвторого, нам скоро заедешь, и сейчас будет мой классический разговор с мамой. Мы обычно с ней любим немножко поговорить. А я вам пока вставлю привет из Израиля. Это маленький блог от моей мамы в начале моего влога. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Ох, Валюша! Видно меня? Да, красавица. Красавица, садись. И поехали. Поехали на гульки. Гульки будем тоже снимать. Тут против этого света немножко, так, контражур. Но ничего, все. Вот, пьемся. Пьемся. Я тоже вот. Пьем. Смотрим. В общем, классно мы отдыхаем. Ждем в течение часа, чтобы нам машину отдадут. И мы тогда поедем шляться по городу, по магазинам. Мы тоже будем снимать. Да. Все, целуем. Мы с Галкой закончили. Все, сейчас выходим к нашей машинке. У меня руки трясутся, естественно. Камеру держать не умею. Мы тут тебе нас снимали, потом посмотрели. Галка забраковала. Я, что ты знаешь, снимать не умею. Вот наша красивая машинка. Вот мы приехали в Биг. Идем. Вот такой Биг наш. Большой наш. Ты помнишь, Инка? Вот он. Какой. Мы сейчас по этим магазинчикам прошляемся. Ай, наша машинка. Сейчас мы пойдем. Валюша ждет. Вот так. Идем. А это по магазинам? По магазинам. Шлифком стаил. Я знаю, доча, показать просто, какие. Вот. Какие у нас новости. 40% скидка на одеялко. Ой, какие мягенькие вот это. Все постельное, да? Мягенькие. Это такая, как у меня. Да. Такой, как Инка мне послушает. Такой постель прислала. А, ты смотри, какой красивый. А что это такая? 40% наха. Инка, смотри, такой, как ты мне прислала, доча. У нас тоже такой есть. А я только не пойму, что это. Это одеяло. Это одеяло, да. А, я думала, что это все-таки у меня наволочкой под одеяльник. Нет. Видишь, тут тоже такое мягкое все. Вот. Вот такое красивое. Полотенчики надо купить. Доча, тебе надо тоже подарок купить, может быть. Да, вот у нас тут постельное. Полотенчики кухонные. Детское. 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 Детское обожаю. Разные фишечки детские. Ай, обожаю это все. Да, это все. Ну-ка, Галя, идем посмотрим шторки. Шторки, шторки. Валюша, давай шторки. Какие тебе нравятся. Будем тебе выбирать шторки. Вот такой, если бы не было бы вот этого синего, было бы что-то такое, я бы такое с удовольствием. А рядом, а рядом, что это такое? Смотри, какие, слушай, красивые тут все. Да, да. А вот рядом серое такое, с цветочками, что это? Открой. Вот это тоже, смотри, красивое. Это тоже оригинальное. Это вообще в тон моих. Твой, твоих шторм. В тон моих, да, да. Твоих этих, как их. А вот с этой стороны, Валюша, вот твое светлое. Вот светлое такое, как ты. Ну светлое, как на меня. Нет, нет, не эти. Валя, вот посредине, Валюша. Вот это? Вот это? Ну это совсем однотонно. А так, хотела бы с какими-то вот такими вот чешками. Взорами? Вот тут какое оригинальное. Ну давай, показывай, какие тебе нравятся. О, мне все нравится. О, здесь куча такая. Тоже такое симпатичное. Ну это чисто белое уже мне не хочется. Хотя вот это как раз неплохое. Вот это вот. Как раз мне не надо тюль. Тоже вот неплохое такое. И просвечивает, и вроде как штура. И тюль мне не нравится. И сколько, сколько стоит? 109? Нет? Нет, это, наверное, полотенце. Полотенце, а это? Ой, просто какие хорошие. Ну все, я выключаю, Валюша. Посмотри, какая красота. Да. Сетка прямо рыболовная. Просто что, размер такой? Да, да, да. Класс. А вон наверху еще шторы, Валя? Да. Ладно. Это, смотри, купила шторы. 50 шекелей, две штуки. Длинные. Вообще класс. Купила подушку. Вдруг гости какие-то приедут. Вот, вот, такую подушку купила. Такая она, как она называется? Ну, такая, на которой память. Которая оставляет. Галка тоже себе раздеряется. Галка тоже покупает. Мы с ней вместе, короче, добрались. Купили шторы, 50 шекелей. Пара, знаешь, длинная. Здесь было у них остатки. Вот, так что сейчас будем выходить и дальше. Дальше нашу пенсию тратить. В общем-то, это давно нужно. Вот, я рада, что я подушку тоже померзла. На 300 шекелей стоила 200 с чем-то. А теперь эта подушка 70. Так, что не взять? Вот она какая. Мягкая. Не знаю, не умею, конечно, хорошо показывать. Но тебе сегодня отчет будет о наших покупках. Вот она такая. Ах, как мы скупились. Ах, какая красота. Какое счастье. Какой емкеев сегодня. Первый магазин, первый магазин. И сразу накусились. Деньги мы оставили. Так, а где наша машина? Машина. Где наша машина? А вон она спряталась, наша машинка. В этот мы заходить не помним. Хонигман. Идем дальше. Галя меня учила панораму показывать. Я то, что у меня глаза видят, то и снимаю. Вот какой-то тоже. А, это Вардиноновский. То, что тебе... У тебя такая постелька есть. Вардинон. Если дар мы тебе пока не будем покупать. Так. Дальше мы идем. Что у нас дальше? У нас сегодня, кстати, на удивление жарко, но пасмурный день. А тут вот кинотеатр. Видишь, Глобус, Макс. Вот сюда мы с Танькой ходим. Если что, она меня зовет, так вот в этот кинотеатр. Теперь, что тут у нас, Галя? Я думала, это оптика, а это нет. Это тут ремонт чего-то. Новый магазин открывают, да. Ньюфарм будет, наверное, да. Нарисован. Что тут был Ньюфарм? Был Ньюфарм закрыт. Вот он, Ньюфарм. Ага. Ньюфарм. Так. Вот мы зашли в магазинчик посмотреть, какие здесь, ну, наши дети. Поэтому мы вот с видеокамерами. Да, смотри. 14 плюс. Да. Смотри, какие. А? Цена. Ты такую хочешь? 300 шекелей. Так бы снимать, да? И снимать, и дешево, и оно за тобой едет, наверное, и снимает. Наверху там или как-то, да. Вот. Вот еще есть. Вот они всякие есть. 300. Да, все в пределах 400 шекелей. Вот это вот за 400. Это 400, 390 вот шекелей. Такое снимать. На час 20, да, мы с тобой читали? На час вот здесь вот, да. Да, да. Здесь написано час 20. 50 метров. Характеристики. 50 метров. Вот. Доча, вот такой бы тебе купить, да, доча? И ты, и он за тобой должен лететь, и тебе снимает. Ну, она знает. Это классно, это классно. Она снимает, да. Вот тоже за 300. Ну, я же ничего не говорю, что она не знает. А вот за 300 галка, вот тоже красивая. Вот тоже. Мне главное, я смотрю, что красивая. А качество какое-то. Ну, красивая тут нужно, чтобы камера работала. Да, да, да. Хорошо. Вот тут вот интересно как. Видишь, какие штучки? Вот, вот у нас такой вот, вот у нас это, да, вот мы вот такие вот любители гаджетов. Когда надумаешь, когда-нибудь ко мне приезжаешь, да, скажешь, и мы будем... Приехать надумаешь, тогда себе тут и купишь. Мы здесь можем мой подарок тебе сделать. Да. Видишь, с Валей. Вот. Вот какая. Красота. Вот так. Не фигуль, не гуль. Валюшу с обновками. А ну, Валюша, подними. Подними. Вот. Смотри, какие я тебе купила лёгкие. Скинули нам 50 шекелей. За 220 шекелей. Офигеть. Найковские. Да? Фирма Найк. Красава. И у меня теперь на такое... Валя. Боже мой. Я не знаю, всё уже, завтра садимся на воду, хлеб и воду. Ну, потратили всё, только зашли в пару магазинов и всё оставили. Ай-яй-яй. Нас нельзя пускать. Нас можно, нас надо. Съёмочный день продолжается. Смотри, что Галка себе купила. У неё был гифт-карт, ну, подарочная карта в Машбире. То мы были в Машбире. Вот она себе купила. Потому что уже столько времени она себе купила вот этот... Ну, ты видишь, блендер с этим. Купила себе чемодан. Чей модан она наш едет на Украину. Это моя сумка. Ой. Вот купила себе чемодан. Тоже маленький самолёт. Вот он стоил 500. А теперь за 200. Короче, мы с ней понакуплялись. Вот и всё. Она пошла за машиной. Поехала бы. Мы далеко зашли. Смотри, сколько мы тебе показали покупок. Ужас. Вот тебе, если интересно. Если девочкам интересно. Как можно гулять, как можно заехать. И гулять, и тратить деньги. Главное, чтобы они были на карточке. И получать кайф. Вот это мы всё были в Машбире. Вот такой этот... Там мы в новом, если ты помнишь, что Биг Старый, это Биг Новый. Мы называем его Биг Новый. Просто с другой стороны. Вот тут вот я тебе говорю, тут все у нас. Ума, все магазины. Теперь смотри, Дуася, что мы купили. Загали вдвою замученные, уже встали. Это был наш последний... Она замученная сейчас за рулём. Я еду. Она бедная, несчастная. Посмотри, что мы купили. Вот мы накупили на двоих. Курочки. Курочки. Вот мы купили. Вот наконец-то мы купили, смотри, чеснок наш, израильский. Посмотри, какой ядрёный. Ядрёный мать. Чесночок, не китайский. Вот всякие купили фарша, купили всё мясное. Яблочки. Вот смотри, вот всякие. Да, у Галка купила. Уже услышала, тоже хочет делать слабану. Ты купила, видишь, таких у нас. Таких конец у нас, да. Вот вкусняшку мы купили. Сейчас будем придём кофе пить. Будем обмывать все наши покупки. Кофе с вкусняшками. А клубнички у нас есть. Клубничка, точно. Клубнички, наконец-то. Второй раз выключили машину. Да, так что, видишь, мама, я бы, в общем, вот так вот я тебе скажу. Галка на 300, а я на 250. Короче, сегодня ушли так только. И всё ушло. Хорошо, что есть наш любимый, что можно разделить. Вот мы здесь, вот в этом Ошире, Ошир-От. Ошир-Ад. Ошир-Ад. Короче. Идём к нашей дорогой, милой машине. Сегодня я планирую немножечко рассказать про Эпплайнсы и про электроприборы разнообразные, которые люди собираются, возможно, везти из Израиля в Канаду. Как это здесь работает и какой был мой опыт в этом вопросе, с чем я столкнулась. Вот, так что оставайтесь с нами. Почему не готовит кофе? Мой самостоятельный мальчик. Он мне готовил его уже в 6 лет. Посмотрим, какие этапы он помнит. Подожди, ещё сахар. И банку с кофе на место поклади. Спасибо, одной ложки хватит. Горячая водичка. Осторожно, чайник горячий. Не обожгись. Не до конца, не до конца. Молодец. А только перед тем, как ты будешь лить молочко, помешай немножко сначала ложечкой, чтобы перемешать кофе с сахаром и с водичкой хорошо. Чтобы сахар растаял. Какой сыночка мой уже большой. Уже готовит маме кафе. Так, сейчас буду пить кофе. Ой, как чёрт, вообще устала. И после школы. Сразу занимаемся, сидим, чтобы не откладывать в длинный ящик. Сейчас 4, чтобы только музыку. Потому что сегодня мне надо идти на этот семинар. Я не хочу долго сидеть с уроками по последней минуте. Нет, Капочка, это для мамы кофе. Мам кофе. Нет, доча. Мам кофе. Оставь меня, Капочка. Мам кофе. Ой, Даша мне несёт кофе, мой сынок. Ой, спасибо. Вот и кофе. Молодец. Вот это, ребятки, я купила готовые равиоли. Они с творогом. Я их беру третий раз. Их разбирают по-сумасшедшему. Стоила эта упаковка здесь килограмм. По-моему, где-то в районе 7 долларов. Это просто вообще дешёвая цена. Здесь внутри творог. Прям настоящий творог. Они долго варятся. Да, может быть, немножко толстоватое тесто. Они не супер-пупер там какие-то, но я очень-очень их... Вот они мне понравились. Мне редко, что нравятся с такого готового. Это, видите, онтарио равиоли ЛТД. То есть сделаны здесь у нас. Вот такая вот упаковочка. Они появляются очень редко. Их сразу разбирают. То есть, видимо, я не одна такая, кому не нравится. Это с творогом. Кто любит с творогом вареники, вот можно воспринимать это как вареники. Вот они варятся, по-моему, 12 минут. По direction их нужно... Cooking time. 15 минут. Let cook for 15 minutes. 15 минут. Вот. Очень прикольно. Давайте посмотрим ингредиенты. Ингредиенты. Вот. Мука, вода, яйца, соль. В этом, как оно называется, в тесте. А в этом рикотта, чиз. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Яйца. Какой-то романо-чиз. Пармезана немного. Соль, специи. Траву. То есть ничего страшного здесь нету такого. Отличные. Вот. Рекомендую попробовать. Кто вот будет видеть. Не бояться покупать. Я не говорю, что они прям... Что их на завтрак, обед и ужин кушать. Но вот в качестве, кто любит творогом, очень неплохое, иногда иметь в морозилочке. Вот я себе несколько штучек сейчас сварю, и я этим просто реально наемся. Потому что я съела супчик, а дети на второе, я им все макароны отдала, себе не оставила ничего. Вот так я сегодня немножечко работала. Сейчас я заберу это, Габи. Поставь тарелочку, я сейчас заберу. Вот, я... Такой день был у меня очень активный. Рабочий день, можно сказать. В принципе, я работала. И поэтому пришло время покушать. На меня не хватило макарончиков с мясом. Так я поем себе вот эти рыбилки. Сначала. Друзья мои, мы едем с вами. Я сегодня чего-то... Вы знаете, есть такие дни, когда очень-очень... Ну вот, одним словом, тяжелые дни, когда реально устаешь вот от... Не то чтобы от бытовухи, а от детей. Я вообще люблю своих детей, как все мы любим своих детей. Абсолютно не могу сказать, что они мне как-то надоели или что-то такое. Но я вот иногда езди, я просто экзостит. Вот такое вот истощена, измощена. Просто, в общем, невероятное ощущение усталости от них. И я именно сегодня, с счастью, что у меня есть вот эта встреча в этой школе Ана Фран, куда я направляюсь. А на встречу, значит, вот этой вот с этим спикером по детским вопросам. Посмотрим, что интересного она сможет нам рассказать. Нового. Значит, я так думаю, что ожидается достаточно много людей. Потому что, ну, человек все-таки не просто спикер, а достаточно популярный спикер. Помимо этого, это было все еще, по-моему, больше, чем за месяц было приглашение. Больше, чем за месяц прислано. И мы зарегистрировались. Я очень переживала, чтобы попасть вовремя в этот список. И очень рада, что меня подтвердили. В общем, потом прислали повторное предупреждение. То есть это такое, ой, серьезное предприятие. Единственное, за что я сейчас думаю, как бы, ну, это в школе находится. Школа, как известно, находится в жилом районе. Поэтому стояночку мы найдем. Вопрос, насколько далеко от школы. Я бы планировала, конечно, прям в школе припарковаться. Поэтому приезжаю, в общем-то, практически к заданному времени. Вообще начинается в 7. Но они сказали, желательно приехать с 6.30 до без 15.7. Для того, чтобы найти себе место, запарковаться, сесть, найти стол. В общем, разложиться и приготовиться. Естественно, сказать, принесите с собой кеш. Будет возможность приобрести опять солнце. Будет светить вам иногда. Будет возможность приобрести там книги, туда-сюда. Окей, я не еду за книгами пока что. Если что, всегда книги можно онлайн приобрести ее. Она от этого точно так же заработает, как от того, что я у нее их куплю сразу. Вот. Поэтому я иду пощупать, так сказать, живого человека с Теда ТВ. И с Тед ТВ. Хотела еще сказать два слова по поводу приборов. Вы меня часто спрашиваете, там, у вас есть любимые вещи. Вы спрашиваете, Инна, вот, фен, компьютер. Потом спрашивали меня даже как-то за холодильник. Какие холодильники, какие цены. В общем, все, что связано с апплайнсами и все так далее. Ну, во-первых, как бы, да, абсолютно известно, что напряжение здесь 110. И не такое, как, скажем, у нас в Израиле, там, 220 обычная, да. И есть возможность, например, если вы у себя дома устанавливаете, есть возможность попросить... Так, подождите, а где я, где я? Я проехала, я еще не проехала. Я просто все время думаю не проехать. Где же сама школа, школа дальше? Вы можете попросить электрокомпанию установить у вас дома специальный такой плагин. Будет сделан для... Розетка для 220. Но так нет. Есть переходники приставные. Они безумно стоят больших денег. Там более 300 долларов и так далее. То есть вам просто нет смысла вести вещи. Вам нет смысла продать то, что у вас есть, например, в Израиле. И купить уже здесь, приобрести новые вещи. Всегда можно бюджетно купить, например, тот же фен. Понятно, что хочется хорошие. Но здесь можно неплохие вещи пойти в том же Волмарте даже купить. Доступные абсолютно там, доступные для любой, так сказать, на любой кошелек. И подороже, и подешевле. И будет нормально вам здесь служить. То есть у меня есть вещи, которые я сказала, а, куплю, а бы было. Что называется, а бы было. И у меня эти вещи служат уже 5 лет, понимаете. Поэтому иди знай. Это то, что касается вопроса. Каких-то вот бытаевых вещей, которые вы хотите вести. У меня, я с собой так мне была. Я знала о том, что нету перехода и так дальше. У нас, слава богу, компьютер был, который поддерживал 110 вольт. Поэтому мы его сюда привезли. Мы просто розетку переключили. Переходить на розетку можно за 2 доллара купить. Это not pro. Так, вот здесь знаки у нас. Здесь уже приготовлено представление. Вот какие-то вкусняшки. Да, вот так. Всякое кофе вкусное. Встретилась с девочками знакомыми. Они пьют кофе, я с ними здесь буду сидеть. И вот здесь все уже готовится. Друзья, темно, но я хочу вам сказать, договорить по поводу электротоваров. Базовые электротовары вы сможете купить здесь. Базовые всегда по бюджету. Тот же Walmart, тот же Best Buy. Всегда можно найти скидки. Ну, онлайн как бы это второй вопрос, потому что в Канаде все известно дороже. И в Канаде, как известно, за шиппинг нужно платить часто. Но смысл в том, что... Давайте будем выдвигаться, я уже закончила и выезжаю. Не переживайте, что вы какие-то вещи должны будете расстаться с ними по отъезду из-за страны исхода. It's ok, как говорится, не переживайте. Что касается крупных апплаинсов, таких как холодильники, телевизоры, микроволновые печи, ну и так далее, и так далее. Во-первых, можно всегда купить second hand в хорошем состоянии. Бывает, что люди по абсолютно разным причинам продают свои апплаинсы. Вот, так что апплаинсы вы всегда купите, не переживайте. Есть тоже скидки, есть очень бюджетные. Если вы не стремитесь за какими-то Whirlpool, ну, очень блатными какими-то компаниями, то я считаю, что необязательно сразу все покупать, прям вот сразу все. Можно купить бюджет на какие-то фирмы местные, канадские или какие-то менее популярные. Поверьте мне, они будут работать тоже неплохо. Особенно, когда вам нужно, ну, что-то такое временное. Я вообще за second hand в таких вещах. Но вам редко когда это понадобится, потому что, послушайте, если вы покупаете дом, вы покупаете его с апплаинсами. Если у вас совсем, там, говнястые апплаинсы, то вы всегда можете пойти уже и купить новые, если это ваш дом. Не сразу перебиться пока с какими-то временными, если они плохие. И купить хорошее со временем. Если вы живете на съемной квартире, у вас обычные апплаинсы здесь все встроенные. То есть, ну, может быть, микроволновую печь. Единственное, что вам надо купить, ну, она действительно за копейки можно купить. Ну, относительно за копейки. Вот. То есть, плита у вас обычно есть, духовка у вас обычно есть. Вам ничего не нужно, понимаете? Поэтому нет смысла переживать за это. Единственная мелкая какая-то техника, там, чайник, например, вот даже микроволновая, там, утюги, компьютер, фен, вот такие вещи. Это все можно как бы приобрести без проблем. По скидкам абсолютно нормально. Вы сможете это приобрести всегда. Ох, я могла проехать, но я уже не проеду здесь. Будем ждать светофора. Зато здесь освещение хорошее. Вот. Это то, что я хотела сказать вам по электроприборам. Не переживайте, все можно купить. Поверьте мне, действительно, есть хорошие бюджетные варианты. По поводу сегодняшней, то, что я хочу сказать, лекции. Очень приятная женщина, очень хорошо говорит. Конечно, понятно, что знаток своего дела, не новичок, так сказать, человек уже опытный. Естественно, на все вопросы знает ответы. Значит, она рассказала про четыре техники, про четыре, в принципе, основных поведения ребенка. Конечно, есть больше, но основные четыре характера ребенка, четыре вида поведения. В основном, конечно, они все хотят привлечения какого-либо внимания той или другой ценой. Конечно же, система переговоров, как бы она уже устаревает немножко, потому что мы говорим, что давать ребенку только два выбора, то есть давать выбор, но только два, которые вы решаете. Очень давно уже говорят о том, что, и я услышала сегодня от нее, это опять, что не давать награды. То есть не давать наказания какого-то, да, ну, в прямом смысле наказания, там, стоять в углу или на коленях, да, там, на гречке, и не давать поощрения, да, то есть вот если ты, если ты, там, например, сделал, там, хорошо это, ты получишь, там, айпет. Если ты, там, покушаешь хорошо, то я тебе дам печенька в конце. Вот я, кстати, это делаю часто, всякие такие виды поощрений, поощрения давно уже ушли в прошлое, ребята. Если вы не знали, поощрения уже давно не поощряются, то есть без поощрений и без наказаний. То есть должны быть определенные очень рамки, и вы должны очень четко выставить вот эти границы, должен ребенок знать. Это все сложно, но достаточно, когда, естественно, это звучит со стороны, оно звучит неплохо. Она, опять-таки, приводила примеры, отвечала на вопросы, но в реалии, конечно, мы родители, мы неопытные в этом направлении. Мы все знаем, что родительство – это самая тяжелая профессия, которая может быть только в мире, и мы ей никогда не сможем обучиться, потому что каждый ребенок, он разный, даже ребенок, который растет в одной и той же семье, с одним и тем же ребенком не работают одни и те, с разными детьми не работают одни и те же техники. Поэтому это то, что касается этой встречи. В общем, мне все невероятно понравилось, я удовлетворена, особенно с учетом того, что это было, так сказать, welcome от школы, очень приятно организованный вечер, и увидела своих знакомых. Так что, ну, в общем, было прикольно. Для мамы это был такой night out. Вот, все, я приехала в банк, мне еще нужно вложить чек кое-какой. Вот, в банке я, я в Скошья. Но это не мой, Скошья – это банк моего мужа Кости. Ну, как бы у нас общий с ним здесь аккаунт, а у меня еще есть RBC Bank через дорогу. Вот. В общем, ребятки, я желаю вам хорошего настроения, чтобы наши детки, главное, были здоровы, а общий язык мы с ними обязательно найдем. Хорошего вам дня, хорошего вам вечера и доброе утро. Наоборот, я вам все сказала. Пока, до завтра. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok